Валерий Кузьмин Повторяется о церкви впервые Повторяется о церкви Вот, это не только себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Спасибо за разрешение Уже правят на Сионе Давайте начнем с утверждения, которое можно записать как принцип Неважно, кто ты Или что ты сделал Или чего ты достиг Люди будут следовать за тобой по неправильным причинам По своим личным причинам они будут следовать за тобой Еще раз повторяем сначала Неважно, кто ты и что ты сделал Неважно, кто ты как личность Неважно, что ты сделал Неважно, чего ты достиг Люди будут следовать за тобой по своим личным причинам Не неправильным, а по своим личным причинам Если эту историю мы вспомним То были лидеры старейшины Израиля И они увидели, что Бог следует за Давидом Они увидели, что Абнир перестал быть защитником Исвасефа Что он сам переспал с женой царя Израильского И что он сам решил заключить завет с Давидом И тут мы видим в пятой главе с первого по третьей стихи Что происходит И пришли все колено Израилевы к Давиду В Хеврон и сказали Вот мы и кости твои, и плоть твоя Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами Ты выводил и вводил Израиля И сказал Господь тебе Ты будешь пасти народ мой Израиля И ты будешь вождем Израиля И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон И заключили с ними царь Давид Завет в Хевроне пред Господом И помазали Давида в царя над Израилем Поняли? Сразу нашлась причина следовать за Давидом Мы присоединяемся к тебе, потому что именно ты устоишь Ты будешь править И следующее, что стоит записать Давид был мужем по сердцу Божьему И вот в чем утверждение Бог никогда не встречал человека, которого бы он не простил Так и Давид себя повел, он простил их всех Бог никогда не встречал человека, которого бы он не смог простить Правильно? Это сердце Божье, всех прощать Так поступил и Давид, муж по сердцу Божьему Он их всех простил Понятно стало утверждение? Бог простил весь мир И нет такого, кого Бог бы мог не простить И Давид был такого же сердца, имел такое же сердце Он всех простил У нас нету только выигравших и проигравших Иногда выигрывающие проигрывают, иногда проигравшие выигрывают Мы не оставим клеймо И когда они пришли к нему Если мы вспомним историю, то Семь с половиной лет они игнорировали его Не признавали за царя И вообще не относились к нему должным образом Когда он был только царем над маленькой частью Иуды Но он заключил завет с ними Несмотря ни на что Прощая их Прощая их прошлое Прощая их ошибки прошлого Он мог их всех там Выгнать, как минимум И казнить А он выбрал простить Мы прошли с вами через три Через три классных комнаты Да, через три обучающих комнаты И сейчас хочу поверхностно повторить Чтобы вы проверили, все ли вы важное записали И были уроки в каждой комнате По дороге к правлению на Сион У нас была чистка, мойка, очищение Помним все эти вещи И все эти обучающие комнаты Да, их три у нас было Это все шаги к приближению на Сион К месту, где Давид правил Первый — это Вифлеем Это место призвания Помазания И начало Призвание Помазание Начало Можете проверять свои записи И там урок был вынесен По поводу духовной власти Хождение под властью Мы должны найти себе царя Которому могли бы служить Как Давид нашел Саула Внутренняя целостность Мы должны найти всех наших гигантов Которых мы должны убить Чтобы стать внутренней целостностью И так же Внутренняя близость Мы должны найти человека Или людей Которых можем любить Вторая обучающая комната Это пещера Адаламская Место испытания Обучение Возрастания Испытания Обучение Возрастания Уроки, которые Давид оттуда вынес Сострадание Принимать людей с ихними нуждами А не с нашими Встречать людей По ихним нуждам А не по своим Мужество Отдать свою жизнь за других И характер Характер Важнейшая часть Вы не можете взять Божью волю И применить ее вне его характера Вы не можете над каким-то Провозгласить Божью волю над чем-то И сказать, что она будет вне Божьего характера И мы только что закончили Третью обучающую комнату Это Хеврон Посвящение Взаимоотношения Завет Первый урок Это продвигаться вперед В своем падении Несмотря на свое падение Падением, помните, мы подразумеваем Маленькие, незначительные вещи Которые кажутся ничего не стоящими Второй урок был прощение Прощение Дорогостоящий, драгоценный урок Который стоит того А также слава и известность Учиться держать свой успех в балансе Чтоб он не перегибал И теперь мы готовы Пройдя все эти уроки Войти и царствовать на Сионе Это место полноты И место правления И здесь мы затронем пять стратегий Чтобы таки достичь Своего призвания Своего Сиона И мы откроем Второе царство Пять Чаптер пять С шестого по десятый стихи Мы прочитаем на английском Потом на русском The king and his men Went to Jerusalem Into the Jebusites Into the inhabitants Of the land Which spake unto David Saying Except thou Take away the blind And the lame Thou shalt not Come in Hither Thinking David Cannot come in Hither Nevertheless David took the stronghold Of Zion The same Is the city of David And David said On that day Whosoever getteth up To the gutter And smiteth the Jebusites The lame and the blind That are halted That are hated Of David's soul He shall be chief And captain Wherefore they said The blind and the lame Shall not come Into the house So David dwelt In the fort Called it the city of David And David built round about From Millo And inward And David went on Grew great And the lord God of hosts Was with him Второе царство Пятая глава С 6 по 10 стих И пошел царь И люди его На Иерусалим Против Иевусеев Жителей той страны Но они говорили Давиду Ты не войдешь сюда Тебя отгонят слепые И хромые Это значило Не войдет сюда Давид Но Давид взял Крепость Сион Это город Давидов И сказал Давид В тот день Всякий Убивая Иевусеев Пусть поражает копьем И хромых И слепых Ненавидящих Душу Давида Посему И говорится Слепой И хромой Не войдет В дом Господень И поселился Давид в крепости И назвал ее Городом Давидовым И обстроил Кругом От Мила И внутри И преуспевал Давид И возвышался И Господь Бог Саваоф Был с ним Из этого кусочка Мы достанем Все наших Пять стратегий Первое Шестой стих Он Пошел туда Седьмое Он взял ее Захватил Девятый стих Он поселился Там Следующее В том же Девятом стихе Он обостроил Все кругом И в Десятом стихе Пятая стратегия Он преуспевал То, что вы Тренировались Или готовились К своему призванию Прошли все эти Три обучающие комнаты Не означает, что Ваше призвание Потом вам преподнесут На серебряном блюдечке После МГБи Вы получите сертификат Дипломчик И вы Войдете в свое Служение И перед вами Появится дьявол И вы можете ему Сказать О, у меня же Сертификат есть Дипломчик Так не сработает Бумажечка Его не остановит Это квалификация Будьте готовы Это то, что вам необходимо Иметь квалификацию Быть готовым Но вот эта ваша Обученность И подготовленность Не всегда будет Достаточно Для служения И поэтому Пять шагов Пять стратегий Надо сделать Чтобы достигнуть И сесть на этом Троне На Сионе Первый шаг Шестой стих Сказал Дэвид Пошел На Иерусалим Он вышел Он сделал шаг Вы должны Поставить Свои ноги Так сказать На то место Куда вы призваны Я знаком с одной парой В Южной Каролине В течение 25 лет И у них призвание Идти в Россию Ехать в Россию Они все еще В Южной Каролине Они так никогда Попали туда И если это было Их призвание То они его не совершили И они Умерли До того Как исполнили Своё призвание У меня был знакомый Который Служил со мной Был в моей церкви Он неделями Проводил со мной Время Встречался со мной С моей женой И его супруга И неделями Он говорил О своем призвании Он говорил мне Я призван На улицу Служить проституткам Наркоманам Вот таким Неспасенным людям После нескольких месяцев Таких разговоров Поздно В пятницу вечером Это даже уже Не вечер Это был час Или два ночи Он с супругой Я с супругой Я говорю Бог мне сказал Садиться в машину Его жена Моя жена Все сели в машину Мы поехали В центр города К проституткам И наркоманам Я приехал туда Заглушил машину А он захлопнул Дверь изнутри Я говорю Что ты делаешь? Он говорит Это же опасное место Я говорю Выбирайся из машины Я вытащил его из машины Он был перепуган И вокруг ходили Проститутки И наркоманы И он говорит Нам убираться Отсюда надо Я говорю Ты неделями Мне промывал уши Что тебя сюда Бог призвал Он лгал Не было никакого Благословения Не было силы Он был напуган Он не был призван туда Он вообще не мог Захватить ту территорию Никак завоевать Потому что Куда Бог тебя зовет Он зовет тебя туда Изгнать из того места врага Он не зовет тебя в эти области Чтоб ты сидел там на троне Вокруг золота Бриллиантов И чтоб люди поклонялись И о какой ты важный здесь человек Кормят тебя виноградинками Царь на этом месте Ты великий То есть первый шаг Что мы должны сделать Это таки Войти В эту область Нашего призвания Встать на это место Враг Враг Говорил Давиду Мы поставим против тебя Слепых и хромых Так легко нам будет Не пустить тебя на это место Вот эта гора Сион Вот это место Куда Давид пытался войти Оно было тяжелое Чтоб достичь туда Они утверждали Что так легко Не пустят Давида Вы должны Поменять окружение Которое вокруг вас Вы должны сделать его Таким Как оно должно быть Вы должны быть сосредоточены И думать о своем призвании Вы должны быть сфокусированы На своем призвании И это оградит вас От лишней траты времени От потери времени Оно сохранит вам Энергию и силы Потому что плоть И все что с этим связано Оно будет пытаться Увернуть вас От вашего призвания Забрать ваше внимание Отвести ваш фокус Мне же надо денег Поднять Чтобы поехать туда Вот тогда я поеду Это плоть Это вопрос Плоть Когда я приехал В Южную Каролину С Северной Каролины Я оставил Я оставил свой бизнес Я оставил свой дом Я оставил все И приехал к детям Мамашам Без работы Без денег Которые сами были Без работы И без денег Это смысла Не имело Но я был сфокусирован Я молился Мне нужно было Услышать Бога Мне нужно было Понять Что Он хочет Если вы поднимаете Деньги На свое служение То вы сфокусированы Не на служение А на деньгах У Бога есть деньги Аминь Он владеет всем миром Аллелуя Неймия Помните? Он человек был на стене Строил стену Отстраивал город Это пример человека С четким фокусом К его цели Не имея Шестая глава Чаптор 6 Verse 1-3 Мы видим яркий пример Не имея Человека Сфокусировано С целью Когда дошло До слуха Сановлада И Тови И Гешема Аравитянина И прочих Неприятелей наших Что я Отстроил стену И не оставалось В ней повреждений Впрочем До того времени Я еще не поставил Дверей В ворота Тогда пристал Сановлад И Гешем Ко мне сказать Приди Сойдемся Соберем конференцию Поразмыслим В одном из сел На равнине Но они замышляли Сделать зло И он что отвечает Третий стих Но я послал К ним послов Сказать Я занят Большим делом Не могу Сойти к вам Дело Остановилось бы Если бы Я оставил его И сошел к вам Человек Фокуса Цели Они хотели Отвлечь его Внимание Остановить От его Работы От восстановления Стены Нам необходимо Быть Как Неемия Сфокусированным И говорить Я отстраиваю Свою стену Я делаю Своё дело Jesus Another example In Matthew 8 Verses 18 Through 22 Matthew 8 Verses 18 Through 22 And Jesus Saw a great Multitude About him And gave Command To depart Into the Other side And a Certain scribe Came and Said unto him Master I follow thee Wherever thou Goest And he Said unto him The foxes Have holes And the birds Have their nest But the son of man Has nowhere To lay his head And another Verses Said unto him Suffer me First To go And bury My father And Jesus Said unto him Father Follow me And let the dead Bury the dead And also Ogromny Primer Cеловека С целью Мы можем Увидеть В Матфея 8 Главе С 18 По 22 Стих Увидев же Иисус Вокруг себя Множество народа Велел ученикам Отплыть На другую Сторону Тогда Один книжник Подойдя Сказал ему Учитель Я пойду за тобой Куда бы ты ни пошел И говорит ему Иисус Лисицы имеют норы И птицы небесные Гнезда А сын человеческий Не имеет Где преклонить голову Другой же Из учеников Идти и похоронить Отца Моего Но Иисус Сказал ему Иди за мной И предоставь мертвым Погребать своих Мертвецов Если посмотреть на Давида Он отстроил себе Дворец на Хевроне Где он царствовал А теперь ему надо Оставить было свое Хорошее место И идти вот сюда Завоевывать Тебе надо Чтобы войти в свое призвание И идти в то место Которое оккупировано Врагами И вусеи Хитеи Аморитяне Все кто угодно Одесситы И все остальные Жители других городов Которые могут быть Врагами вашего призвания Интересное место Чтобы почитать Еще судей Первая глава 21 стих Но и вусеи В которой жили В Иерусалиме Не изгнали Сыны Вениаминовы И живут и вусеи С сынами Вениамином В Иерусалиме До сего дня То есть и вусеи Это те Из которых Произошел Голиаф Вот эти все Филистимляне В которых дух Вот этот был До сих пор Жили с ними И пытаются Удерживать Призвание Давида И говорят Не войдешь Мы здесь будем Это твердыни Это демонические Духи Которые будут Пытаться Удерживать От призвания Все в царстве Оно стоит Имеет какую-то цену За все надо заплатить И вам надо будет Это отобрать Из рук врага Помните Когда даже Про обетованную землю Аврааму говорилось Ты должен пойти ее И завоевать Поставить свою ногу И захватить Эту землю И это может быть Что угодно Ветхая природа Это могут быть Традиции Обычаи Обряды Как мы привыкли К чему-то Возвращаясь к Писанию И Ефесянам Шестой главе Вес 10-13 Будь сильным В Боге И в силу Его мощности Наконец Братья мои Укрепляйтесь Господом И могуществом Силы Его Облекитесь Во все оружие Дальше перечисляется Мы должны быть Готовы Завоевывать Когда вы захватываете Или когда вы Входите В свое призвание Это война Мы не воюем Против крови И плоти Но против Духов злобы Поднебесной Против Начальств Против Духовных Вещей Против Против Мироправителей Тьмы Века Сего Против Духов Злобы Поднебесной Начальств Властей Одевая Все оружие Божье И вы можете Носить его Каждый день И когда вы Все сделаете Совершите Вы все еще Устоите Вы будете Стоять Внутри нас Бог помещает Своё помазание И целую тонну Не знаю Объем Огромную цистерну Елея Все что нужно Приобрести Для царства Мы должны Захватить Завоевать И он говорит Что у нас есть Помазание Чтоб захватить Эту землю Он не будет Попросить Что-то 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 Он не Он не скажет Вам Захватывать Какую-то Землю Прежде чем Не снарядит Вас Он даст Вам Помазание Для данного Задания Аллелуя Не люди Вам это Дадут И не против Людей Мы сражаемся Против Демонических Сил Мы знаем Что мы Рождены Свыше В царство Божье И все Кем Бог является И все Что он Имеет Принадлежит Нам По праву Рождения В его царстве Аминь Мы в семье Мы в семье Божьей Мы присоединились К ней Мы Его дети Но вам необходимо Взять То, что Принадлежит И это Вам будет стоить Враг Он будет Удерживать Ваше наследие То, что Принадлежит Вам по праву То, что Ваше от Господа Вашу судьбу И призвание Он будет Пытаться Удержать Вас От этого И вам Надо Это Забрать Поэтому Первое, что Сделал Давид Он поместил Своё тело В правильное направление Он В то место Которое Было Покрыто Врагами Там Жили враги Обитали Он Не тратил Время Он Видел Что Там Эти Великаны И Они Восстали Против Него Я Помню Как я Приехал В это место Где я Стал Пастырем Люди Смеялись В Этой Области Которые Жили Потому что Я с севера С более Богатого И Я Был Послан В Южную Каролину Где Люди Живут Кланами И Бог Даже Мне Что Они Сказали Что Я В Магазин Я Знал Как Я В Магазин Я Знал Какие Там Люди И Какие Диалоги Что Они Видут Какие Истории Вот Эти Сельские И Рассказывают Друг Друг Я Входил В Магазин И Начинал Им Говорить Так Вот О чем Вы Говорите Они Говорили Обо Мне Я Знал О чем Они Говорят Бог Сказал И Кто-то Входил Кто-то Уходил Кто-то Умирал Но Мы Захватили Эту Землю Со Славой С 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 Божьим Мы Захватили Эту Территорию Послушайте Эти люди Которые Вот И Вусеи Они Чувствовали Себя Безопасно В том Месте Где Они Жили Столетиями Дьявол Враг Он Чувствует Себя Безопасно Где Он Годами И Десятилетиями Находится Мы Прочитали Да В суде Что Они Никогда Не Покидали Это Место Они Продолжали Жить Посреди Колена Велигиянина И тут Бог Говорит Иди туда И захвати Эту Землю Выгони Сделай Это Место Хвалы И Поклонения Мне Захвати Эту Землю И Он Сделал Это Место В Духе Высвободил Это Место Давид Захватил Это Место Хотя Они Говорили И Провозглашали Что Это Будет Так Легко Тебя Не Пустить Сюда И Каждый День Тебе Надо Пробираться Вперед И Простираться Несмотря Ни На Что Давид Не Спорил С Ними Вы Не Становитесь Напротив Своих Врагов И Не Начинаете Спорить С Ними Вы Просто Захватываете Вашу Землю Писание Говорит О том Что Давид Захватил Крепость На Сионе Город Захватил И Мы Читаем Здесь В Шестом Стихе И Видим что седьмой стих говорит о том, что, но Давид взял эту крепость Сион, этот город, он захватил эту твердыню, что и нам надо делать в наших призваниях. И дальше мы читаем опять, что, да, Давид сказал в тот день, всякие убивая и вусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида, посему и говорится, что слепой и хромой не войдет в дом Господень. Он очистил эту землю от этих врагов. Мы не начинаем спорить и доказывать наши права, отстаивать с демоническими силами. Мы идем и захватываем нашу же территорию. Вы только забираете назад то, что было украдено. Ваше призвание, Вашу судьбу, Ваше право наследия, Ваше наследство небесное. Сион принадлежит Вам по праву Вашего духовного рождения. Вы рождены были, чтобы править со Христом на Сионе. Но Вам необходимо захватить это положение, это то, что принадлежит Вам. Вам необходимо его взять. Писание говорит, мир, плоть и дьявол. Вот это все нам победить необходимо. Нам надо отпустить вот это все и захватить свое. Не держаться за то, а захватить свое небесное наследие. И в еврите есть два слова, описывающих наследство или наследие. И первый это законный, такой легальный термин. Потому что мы принадлежим Господу, мы Его. Поэтому с этой стороны это легально, мы имеем это законное основание иметь наследство от Него. А также Он дает нам власть, чтобы учиться проявлять силу. Чтобы мы учились пользоваться этой силой, этой властью. И мы знаем, что у врага есть сила. Да? У него есть сила. Но у нас есть сила над силою врага. И Иисус сам говорил, что вся власть и сила на небе и земле была дана Ему. Мы знаем в Матфея 28, 18. Лук 10, 19. И мы читаем, да? И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Это Матфея 28, 18. И у нас есть вот это по праву рождения нашего духовного, право практиковать эту же власть. И мы вернемся сюда после нашего перерыва. Матфея 28, 18. Субтитры создавал DimaTorzok